Раз было построение, и отделили от нас здоровых, крепких мужчин, выбирали в одну сторону, и мы остались стоять в другую сторону. И еще спрашивали здоровых мужчин, кто слесарь, кто водопроводчик, пусть выходят. Некоторые вышли, некоторых потом сами хватали, помню, значит, один сосед из Дусина попал между этой командой, что, значит, слесарь, водопроводчик и так далее. Его там сын был, Волф, ихняя фамилия была Майзлик, он пошел к отцу, подошел, значит, один из заключенных немцев, значит, дал ему по морде, говорит, ты иди назад, дал ему, значит, иди назад, тебя всегда не звали. Заключенные? Заключенные, да. Тебя всегда не звали. Нет, он, потом, как его не видел, так он пошел назад, он, как увидел, ну, говорит, хочешь, так иди. Оказывается, впоследствии мы узнали, эта команда пошла работать в крематории. А ту команду через каждые три месяца, значит, не расстреливали, а загазировали, убивали, значит, для того, чтобы секреты потом не выдавали. Потом мы встретились с одним из нашего села тоже, так рассказывал взрослым, с детьми, значит, что ему ждет, я подросток был. Говорит, к сожалению, говорит, я сегодня, говорит, свою жену видел мертвую, значит, и своих детей. Говорит, не знаю, говорит, я, наверное, сам, я на себя наложу руки, значит, я не могу уже выдержать это все. Говорит, видел, говорит, всех. Как он мог их видеть? Где он их видел? Он работал, стал работать, вот там, их познали, вот это, что с этой команды, что водопроводчики и так далее, их погнали, значит, обслуживать крематорию. А спать они возвращались, значит, нет, они совсем отдельно, значит, они жили возле крематория, им нельзя было никуда выходить. Как же он мог их видеть, как он мог их видеть? Через проволоку, через проволоку кричал, и то, в другой раз расстреливали, если видели, что оттуда кричали, то расстреливали. Ну, вообще, там, так, значит, из мертвых загазировали, так, значит, вытягивали зубы, значит, от коронки и так далее. Вот эта команда должна была быть это все делать, это все. Обслуга? Обслуга такая. Ой, не могу.